Люди видят только платежки, а не результат. Сделать капремонт прозрачным. Такой целью задались эксперты общественной организации ЖКХ «Контроль». В приемке выполненных работ они теперь выступают в роли секундантов между ответственными лицами и жильцами. Наша организация называется Ивановская региональная общественная организация активных собственников жилья ЖКХ «Контроль». То есть мы априори на стороне жителей. Только на стороне жителей. Но с законной точки зрения, естественно. Сама наша организация, несмотря на то, что является самостоятельным юридическим лицом, входит в федеральную сеть региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ. Поэтому у нас очень серьезная методическая подготовка, методическая база, именно федеральная. И мы стараемся, конечно же, ошибок не допускать в своей работе, зазря не критиковать. Заказчики работ – именно жильцы. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Потому очень важно услышать их мнение о выполненных работах. В доме номер 98 по проспекту Ленина отремонтировали крышу. Стоимость работ – порядка 4 миллионов рублей. Работы здесь выполнены по смене обрешетки в полном объеме. Сплошная обрешетка и разреженная с прозорыми, так называемая. Смена кровельного покрытия – это профнастилы цинкованные, 21-й, толщиной 0,55. Выполнена замена водосточной системы – это воронки, водосточные трубы, желоба и так далее. Подрядная организация еще выполнила ремонт входа в подвал. У собственников претензии к подрядчику возникли еще до завершения работ. Я говорю, разве можно в такой мороз снимать крышу? Вот это первое было, что. А мне он говорит, у нас разрешается. А мы все сидели вот так вот, под тремя одеялами. Можно. По правилам ремонтировать крышу в мороз не запрещено, лишь бы было сухо. Доставленные жильцам неудобства сэкономили подрядчику время. Зато работы выполнены досрочно. Но не пострадало ли в погоне за временем качество ремонта? В любом случае подрядчик денег не получит, пока комиссия не даст его работе положительную оценку. Поднимаемся наверх. Видно, какие-то манипуляции с крышей сделаны. Но по большей части собственники жилья не являются экспертами по строительству. Объективно оценить не могут. Хоть и пытаются. У нас вот эта стена всегда была мокрая. На 62-й там видите, какая яма. Крышу сделали неправильно. Она буквально вровень со стеной. Вот увидите. Мы к вам придем, покажут. А вот эксперты явных недочетов не выявили. Огнезащита, паровлагозащита – все в норме. В любом случае есть гарантийный срок. Сомнения жителей, они будут проверены ближайшими ливнями, скажем так, ближайшими дождями. Сомнения в том, что свесы были небольшие. Но, опять же, почему делаются свесы именно такие? Мы пытаемся объяснить для того, чтобы крышу не сорвало во время ветров. Представители фонда капремонта и другие члены комиссии к третьей стороне при обследовании домов относятся положительно. По сути, это даже упрощает их задачу. Иногда нам не хватает таких людей со стороны нейтрального человека, независимого, который бы сказал, да, здесь выполнено качественно и правильно, а, допустим, жителей замечания немножко необоснованы. Или наоборот, сказал бы, что замечания жителей обоснованы и давайте выполнять их замечания, скажем так. Проект «Прозрачный капремонт» позволит не только контролировать приемку работ, но и следить за устранением выявленных недочетов. В этом доме комиссия побывала неделю назад. Принимали капремонт инженерных сетей. Обнаружили ряд погрешностей. Время, выделенное на устранение недочетов, подходит к концу. До тех пор, пока подрядчик не сделает качественную работу над ошибками, дом останется в поле зрения общественников. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.